МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева и сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте! 4 февраля запомнится янаульским ребятам приятными впечатлениями. В гости к детям, находящимся под опекой, пожаловали гости. Начальник отдела по опеке и попечительству администрации янаульского района Ильдар Хамедулин и уполномоченный по правам ребенка в янаульском районе Эльза Имаева пришли в этот день со сладкими гостинцами. Благотворительный фонд Республики Башкортостан с любовью привезли в район сладкие подарки – баночки с башкорским медом. В дополнение к меду глава администрации района Ильшат Вазегатов положил орешки и сухофрукты. Их получат 68 юных жителей янаульского района. Детский благотворительный фонд города УФА оказывает благотворительную помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. В том числе и не обошла эта помощь и наш район. Помощь оказывают в виде меда каждому ребенку, находящемуся под опекой на безвозмездной основе, выдается банка меда. Также администрация нашего района присоединилась к этой акции и тоже закупила набор сухофруктов. И мы вместе дарим пакет здоровья. Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся городских школ прошел 4 февраля в оздоровительном комплексе «Юность». Порядка 100 ребят пришли испытать свои силы, ловкость и выносливость. Под спорем для учеников стало новое мобильное оборудование. Торжественная часть открытия фестиваля началась с выступления юных спортсменов нашего района и награждением золотыми знаками отличия ребят, успешно сдавших нормативы ГТО. Юные победители – отличный пример для собравшихся в этот день ребят. Ученики размялись перед выполнением упражнений. Вместе с ребятами разминку выполняли и сказочные герои, создавая позитивную атмосферу. Разогревшись, дети приступили к спортивной части состязания. Каждый из учеников сдавал такие виды, как сгибание и разгибание рук упорей лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вниз из положения стоя, прыжок в длину с места толчком двух ног и стрельбу. В конце 2020 года наш центр тестирования ГТО получил настоящий новогодний подарок. Это современный мобильный комплекс для выполнения норм ГТО. Новинка появилась здесь благодаря государственной программе развития физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан, в рамках которой из республиканского бюджета была выделена субсидия в размере 315 тысяч рублей. Комплекс очень удобный, практичный, он передвижной. Включает в себя турник для подтягивания на высокой и низкой перекладинах, универсальную тумбу для наклона и поднятия туловища, платформу для отжимания с электронным табло, также есть коблики для рывка гири и прыжков в длину. Наверное, самое впечатляющее в комплексе, это, конечно же, электронные винтовки. У нас их две штуки, и что удобно, они не требуют покупки пуль, теперь мишеней. Правда, под каждую винтовку требуется отдельный ноутбук. Новый комплекс уже у нас опробовали в январе, участники фестиваля «Герой ГТО» – это юные спортсмены, школьники, студенты. Ученик 11 класса Артур Фадхиев уже 6 лет занимается лёгкой атлетикой. Старается вести здоровый и активный образ жизни. Нормативы комплекса создаёт не впервые. Вместе с друзьями пришёл проверить свои силы. В принципе, очень положительно. Новый оборудование очень интересное. Было сложно, готовился, но это очень интересно в плане того, что ты саморазвиваешься со временем и готовишься к этому. Увлекаюсь я баскетболом, волейболом, да, и лёгкой атлетикой в общем, в принципе. С каждым разом всё лучше и лучше. Всё больше и больше и лучше получается гораздо лучше. Ребята увлечённо сдавали нормативы, старались проявить себя, выложиться по полной. Многие уже имеют определённые успехи в спорте. Упражнения комплекса знакомы. Остаётся только регулярно тренироваться и улучшать свои показатели. В принципе, я занимаюсь волейболом. В школе учусь хорошо. Про сегодняшний день погода хорошая, впечатления тоже. Настроение приподнятое. Сейчас сдавал стрельбу, пресс. В данный момент собираюсь продолжить заниматься тем, что здесь происходит. И я сюда пришёл, чтобы проверить свои здания и посмотреть на других людей. И посмотреть на их результаты, чтобы тоже стать выше. Я занимаюсь лёгкой атлетикой. И из-за тренировок мне несложно сдавать ГТО. У меня есть три знака отличия. Два золотых и один серебряный. Мне больше нравятся пресс и отжимания. Потому что они мне очень легко это делать. И бегать. Мне это очень легко. В рамках федерального проекта «Демография» в России действует региональная программа «Спорт. Норма жизни». Согласно этому проекту, до 2024 года доля жителей, систематически занимающихся спортом, должна быть не менее 55% населения. Подготовка и сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» для многих иноульцев стала привычным и увлекательным делом. Вне зависимости от возраста. А сегодняшние успехи ребят – это ещё один шаг к достижению общей цели. Бульнара Ситтикова, Аяской Бибуллин, служба новостей Янаульского телевидения. Традиционный смотр готовности техники в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошёл в Янаульском районе 4 февраля. До этого была мобилизована вся аварийно-спасательная техника специальных служб. На организационно-техническом мероприятии были подведены итоги прошлого года, где отметили хорошую подготовку и отлаженную работу пожарно-спасательной части номер 109 и всех служб, задействованных во время чрезвычайных происшествий и пожаров. Мы подводили итоги 2020 года, наметили планы на 2021 год. Мы отметили всех лучших, кто работал в 2020 году, помогал в ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, наметили планы на 2021 год. В целом, можно сказать, что 2020 год прошёл без каких-либо больших чрезвычайных происшествий. Надеемся, что наша готовность обеспечит нам в 2021 году также справляться с возникшими вызовами в нашем районе. Смотр сегодняшний показал, что состояние техники хорошее, люди на местах подготовлены, знают и умеют выполнять свои обязанности и работу. Общее количество пациентов с подтверждённым коронавирусом с начала пандемии в нашей стране более 3 миллионов 934 тысяч жителей. В Башкортостане их число 25 тысяч 73 человека. В России 16 тысяч 688 инфицированных за сутки. В регионе тем временем выявили 164 новых случая заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 5 февраля в Геннавульском районе эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остаётся пока напряжённой. Вторую неделю наблюдается небольшое снижение заболеваемости. За прошедшую неделю выявлено 37 пациентов с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Из них 4 пациента получают необходимое лечение в госпитале города Нефтекамск. В республиканских учреждениях продолжают лечение 3 человека. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении с лёгким течением COVID. На карантине на 14 дней находятся 188 контактных лиц. В Янаульский район на этой неделе поступила третья партия вакцины гам-ковид-вак в количестве 225 доз, в том числе пациентов с хроническими заболеваниями, гражданам старше 60 лет. И продолжается вакцинация групп риска – это медработников, работников образования, соцработников. Записаться на вакцинацию можно через госуслуги или по телефону 2, 10, 12. После начала голосового меню нажать надо на цифру 3. В целях комфортного обслуживания населения во время прививочной кампании предусмотрена предварительная запись на вакцинацию по телефону 5, 44, 32 с 9 до 16 часов. Вас внесут в реестр ожидающих вакцинацию, далее при поступлении вакцины вам перезвонят и пригласят на вакцинацию в определенный день. На повторную вакцинацию через 21 день медработники записывают сами в день первой прививки. Алгоритм записи на вакцинацию в госуслугах. Первый шаг, что необходимо сделать. Надо войти в личный кабинет, нажать баннер «Сделайте прививку на COVID-19», далее нажимаете на запись «Записаться на вакцинацию», далее в появившемся окне перепроверяйте свои личные данные, после проверки нажимаете «Далее». Шаг четвертый, в поиске набирайте «Янаул», выбирайте нижний кабинет, где написано «Габулус, РБ, Янаульская ЦРБ, кабинет вакцинации COVID», и далее выходит расписание. Вы выбираете для себя удобную дату и время. После осмотра терапевта и оформления добровольного согласия вводится первый компонент вакцины. Это коротко, если рассказать о вакцине. И на 21 день вводится второй компонент. После вакцинальных осложнений, после вакцинации у нас в районе не зарегистрировано. Иммунитет полностью формируется только через 3 недели после введения второго компонента, то есть на 42 день после первого укола. Обращаю внимание, что порядком проведения вакцинации тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции перед проведением вакцинации не предусмотрено. В конце февраля и в начале марта в республику ожидается поставка следующей партии вакцины для массовой вакцинации. Планируется в текущем году привить 60% населения от COVID. Но пока заболеваемость в районе регистрируется и под медицинским наблюдением находятся около 200 контактных лиц и есть риск заболеть. И поэтому рекомендуем соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Будьте здоровы! В России продолжается массовая вакцинация жителей от коронавируса. Перейти к масштабной прививочной кампании с 18 января поручил президент России Владимир Путин. Активно идет вакцинация и в нашем регионе. Иммунизация проводится добровольно. В первую очередь начали прививать медицинских работников и педагогов. Подробности далее в сюжете. Вакцинация проходит в два этапа с интервалом в три недели. После первой прививки формируется гуморальный иммунитет, то есть появляются защитные антитела. После второй эффект закрепляется, формируется более стойкий и продолжительный клеточный иммунитет. В числе первых, кто получил прививку, и участковая медсестра Раушинья Хузина. Она, как никто другой, понимает всю важность и необходимость данной процедуры. Первая вакцина у меня была 12 января. Получила я. Ну как, дома, конечно, температура чуть-чуть была, 37, наверное. Потом, ну, рука болела. И так, в принципе, ничего такого. А вот вторая вакцинация я пришла сегодня. Вроде пока ощущаю себя хорошо, не знаю потом, как будет. Но так все хорошо. Перед вакцинацией все пациенты заполняют подробную анкету и проходят первичный осмотр у терапевта. Вакцина предназначена для лиц от 18 до 60 лет. Против новой коронавирусной инфекции вакцина у нас поступила с 28 декабря. У нас вакцина поступила в количестве 265 доз на данный момент. На первый этап вакцинации количество человек уже прививки сделано. Второй этап вакцинации у нас закончится 8 февраля. Общее количество будет 265 доз. Общее самочувствие пациентов после прививки нормальное. Небольшое недомогание бывает в течение 2-3 дней. Общей такой реакции не было. На вакцинацию, на прививку против новой коронавирусной инфекции у нас есть желающие. Они записываются. На данный момент у меня записано уже 60 человек. Приходят сами с желанием, расспрашивают, когда поступит вакцина. Вакцина у нас поступает по разнарядке и дальнейшие прививки уже будут поступать, и мы будем делать их. Вакцина хранится в специальном холодильнике и достается непосредственно перед прививкой. Медицинская сестра отмечает время вскрытия препарата. В течение получаса вакцину размораживают и только после этого вводят внутрь. Я прививки не боюсь. Если надо, значит надо. Сегодня я прохожу второй этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Я готова. Чуть-чуть. Неприятно, может быть? Делаю руку. Хорошо. 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 Каждый пациент получает подробные рекомендации, как вести себя после прививки. Место инъекций не рекомендуют мочить. В течение трех дней стоит отказаться от посещения бани и сауны. Также в этот период нужно избегать физических нагрузок. Один из побочных эффектов – небольшое повышение температуры. Иммунитет, по словам специалистов, должен сформироваться уже на 42-й день. Волонтерский центр «Наша забота» партии «Единая Россия» организовали в марте 2020 года. Он объединил 25 крупных волонтерских организаций республики и более 7 тысяч добровольцев. За период работы волонтеры оказали адресную помощь почти 500 тысячам нуждающимся. 30 января в Нефтекамске прошла встреча главы Башкортостана Радия Хабирова с волонтерами проекта «Наша забота» и молодежным активом партии «Единая Россия» по северо-западу республики. Ради Хабиров поблагодарил лучших волонтеров за их весомый вклад в общее дело в период пандемии и наградил местные партийные отделения благодарственными письмами секретаря Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия». Среди награжденных были и наши янаульцы. На встрече принимали участие представители пяти районов. Это Краснокамский район, Калтасинский, города Нефтекамск, Агидель. От нашего местного штаба были три волонтера. Это Хайбрахманова Эльвира, Хамитова Полина и я сама как руководитель штаба. И очень радует, что работа волонтеров в период пандемии получила такую высокую оценку руководства республики. Во время встречи волонтеры не только задавали вопросы и получали ответы от главы республики, но и вносили свои предложения. И вот такие идеи волонтеров, как введение дополнительных оплачиваемых дней к отпуску для работающих именно волонтеров и проведение летнего слета добровольцев всех волонтерских штабов республики, Радий Фаритович обещал взять в разработку. Приятно, что поручение Радия Фаритовича, которое было дано 20 мая 2020 года во время онлайн-встречи, самой первой с добровольцами, оно уже исполнено. В республике у нас разработан нагрудный знак «Доброволец Башкортостана», который теперь ежегодно с 2021 года смогут получать 10 волонтеров республики. И во время встречи нам как раз об этом объявили и сказали, что вот уже с 4 февраля можно районам подавать заявки. В целом встреча прошла очень позитивно, прошла на одном дыхании. И в конце встречи Радий Фаритович отметил, что мы, наши штабы, не сворачиваем работу наших штабов, продолжаем оказывать помощь тем, кому она необходима. И вот уже в феврале республиканское отделение «Единая Россия» вновь проведет бесплатную раздачу продуктовых наборов малоимущим семьям, на которых наиболее сильно отразилась пандемия коронавируса. Республиканский этап конкурса «Трезвое село» в самом разгаре. По условиям соревнования каждый конкурсант должен показать, как в их селе справляются с вопросом злоупотребления алкоголем. В борьбу за победу активно включились и победители промежуточного тура, жители села Орловка. Как считают местные жители, прививать культуру, любовь к активному и здоровому образу жизни необходимо с детства. И уже со школьной скамьи объяснять о вреде употребления алкоголя. Круглый стол под названием «Не капли» прошел в Орловской школе 2 февраля. Перед старшеклассниками выступила медицинская сестра Гузяль Кудусова. Основу любого алкогольного напитка составляет этиловый спирт. Попадая в желудок и кишечник, алкоголь впитывается в кровь уже в течение 50 минут. После принятия по кровеносным сосудам спирт разносится по всему организму человека. Если рассмотреть под микроскопом клетки, в которые он попадает, то можно увидеть, как они сморщиваются, перестают нормально функционировать. Она рассказала о том, какое влияние оказывает алкоголь на организм и отметила, что особенно разрушительно он воздействует на подростков и молодежь. Ученики внимательно слушали выступления специалиста. К алкоголю я отношусь негативно и хочу, чтобы тоже в моем кругу друзей, родных, семьи не было людей, которые употребляют алкогольные напитки. На сегодняшнем мероприятии я узнала многое. Но эта тема про алкоголь, наверное, точно актуальна. Люди, наверное, с 14 лет, наверное, должны знать, что алкоголь – это как яд. Ребята активно участвовали в беседе, делились своими мыслями о том, как они поступят в различных ситуациях. Рассказали, что в их окружении нет пьющих людей. Воспитание здорового образа жизни у нас начинается с первого класса. Но там, конечно, темы другие. Там гигиена, правильное питание. Но постепенно, постепенно, вот уже к седьмому, восьмому, девятому классу мы начинаем говорить про эти темы вплотную. Очень много проходит мероприятий. Сейчас вот как раз идет месячник защитника Отечества. Спортивных мероприятий очень много. Комбинированные эстафеты, лыжные гонки, турнир по баскетболу. Ребята у нас очень любят играть в баскетбол и в районе занимают неплохие места. Но, как говорят, капля камень точит. То есть потихонечку, потихонечку, если мы будем об этом говорить регулярно, все-таки ребята все равно что-то для себя возьмут. По сегодняшнему классному часу можно сказать, что уже здесь был девятый класс, но и часть восьмого класса, они уже с этой проблемой знают воочию. Знают, как противостоять, знают, как себя вести в подобных моментах, когда навязывают употребление спиртных напитков. Я, конечно, боюсь не сглазить, но у нас, к счастью нашему, нет ни одного ученика, который стоял бы на каких-либо видах учета, даже внутришкольных. У нас нет в школе не то что пьющих, у нас нет даже курящих. В этот же день царило оживление в Орловском детском саду. Для юных сельчан педагоги подготовили развлекательную программу. В гости к детям пришли сказочные герои, пригласив их в свой волшебный мир. На сказочном паровозике воспитанники путешествовали по музыкальным и танцевальным остановкам, играли в разнообразные игры. Ежегодно у нас в детском саду проводятся различные спортивные, музыкальные мероприятия. Дети получают положительные эмоции, им очень нравятся праздники, поэтому мы стараемся наших детей постоянно привлекать к праздникам, готовимся к праздникам с удовольствием. За активное участие дети получили медали и сладкие подарки. По словам организаторов, самое главное, что каждое позитивное событие и впечатление – это вклад в будущее ребят. Гульнара Синтикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Больше снега на полях, больше хлеба в закромах. К сожалению, эта пословица актуальна не везде и радует только сельских жителей. Коммунальщики тем временем продолжают борьбу со снегом. Во дворах многоквартирных домов параллельно идет очистка скатных крыш многоэтажек. Всего на балансе управляющей компании 168 многоквартирных домов. 2 февраля активно шла уборка снега с крыши дома номер 2 по улице Советской. На объекте работала и тяжелая техника, и работники с лопатами. На время уборки место оградили красными лентами. Управляющая компания ОУЖКХ совместно с управдомом каждый год проводит очистку снега как с придомовой территории многоквартирных жилых домов, так же с крыши многоквартирных домов, находящихся на нашем управлении. В данный период мы занимаемся уборкой снега с крыш. Это в первую очередь скатные крыши, а уборка идет от снега и от наледи, то есть от сосулек и замерзнет алой воды. Проводится уборка специализированной техникой с рабочими людьми. Прежде чем проводить уборку снега, проводится обход, смотрится где ситуация, скажем так, не очень хорошая. В первую очередь мы занимаемся очисткой крыш, это скатные, так как, чтобы не было опасной ситуации, как для жителей данных домов, так же и для тех, кто дома, находящиеся непосредственно около тротуаров, где идет непрерывный поток населения. Мы с радостью сообщаем вам, что наша телекомпания объявляет старт нового сезона конкурса «Народные новости». Вам есть, что нам рассказать? Вы стали свидетелем какого-то интересного события? Рядом с вами живут удивительные люди? Тогда смело звоните нам по номеру 50402 и делитесь своими идеями с нашими корреспондентами. Напомню, что самые интересные новости обязательно попадут в эфир. А самая оригинальная из них, по мнению телезрителей, будет отмечена приятным подарком. Напомню, что приз от Генаульского телевидения получит не только автор, но и герой сюжета. Хочу представить вам нашего первого претендента на победу. Лисян Даутова рассказала о своей удивительной и очень многогранной бабушке. Кагеда Даутова живет в северной части города. Несмотря на свой солидный возраст, по-прежнему активна, готова делиться своим житейским опытом и мудростью со своими близкими. Веселый нрав и любовь к музыке Кагеде Сибирьяновне достался от родителей. Вот и сейчас нет-нет, да и сядет за музыкальный инструмент. Хотя, говорит, это уже не та гармошка, что была в ее юности. Руки до сих пор помнят и набирают мелодии, что она слышала в детстве. Старшие братья, а их в семье было пятеро, все до единого ушли на фронт. Четверо вернулись, а один и по сей день числится пропавшим без вести. В годы войны ей, как и многим подросткам, приходилось работать на колхозных полях. Наравне со взрослыми зарабатывала трудодни. Субтитры создавал, как и многим подросткам, приходилось работать на колхозных полях. И, как и многим подросткам, приходилось работать на колхозных полях. И, как и многим подросткам, приходилось работать на колхозных полях. И, как и многим подросткам, приходилось работать на колхозных полях. Субтитры создавал, как и многим подросткам, приходилось работать на колхозных полях. Окончив среднюю ямодинскую школу, юная Кагеда поступила в педагогическое училище. После него 10 лет своей жизни отдала работе с детьми. Была и старшей вожатой, преподавала биологию. Затем вместе с супругом переехала в Янаул. Четверть века отработала продавцом в хлебном магазине. Субтитры создавал, как и многим подросткам, Я не знала, что еще несколько дней выдала. Я не знала, что еще 95 лет назад. Я не знала, что дети, как и многим подросткам. Я не знала 60 слов. Я не знала, что дети без technical assistance. переносили. И вот такой злости какой-то у них нет. И они такие светлые, добрые люди, мне кажется. С опыта своих лет они понимают, что наши проблемы — это, по сути, полная ерунда. И на самом деле так оно и есть. Если взглянуть на их жизнь, на нашу, и мы из каких-то своих мух делаем слонов, жить просто нужно проще, радоваться жизни, что она мирная, что нет войны, что нам не стоит беспокоиться о том, что кушать, о своих детях, о том, что делать завтра. То есть даже если мы лишимся всего на свете работы, каких-то материальных благ и всего остального, то сейчас это не конец света. Хагеда Собирьяновна всегда была набожным человеком. Она и по сей день читает намаз. Рядом с ней близкие и родные люди. У бабушки пять внучек и семь правнуков. Для каждого из них она жизненный маяк и пример для подражания. Радоваться каждому новому дню, быть благодарным за то, что имеешь. Вот главные секреты долголетия неунывающей КГДОП. Признается, за все 92 года жизни лишь однажды лежала в больнице. Прошлым летом стойко перенесла коронавирусную инфекцию, за что и благодарна врачам. Это, пожалуй, все главные события уходящей недели. Впереди прогноз погоды. Берегите себя, оставайтесь с нами. Встретимся сразу после выходных. 7 февраля ожидается пасмурная погода, снег, ветер юго-западный 4,6 метров в секунду, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, температура воздуха ночью минус 19, минус 21, днем минус 13, минус 15 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснениями небольшой снег, местами до умеренного в отдельных районах метель. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, северо-западный 8,13 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду, температура воздуха ночью минус 16, минус 21, при прояснениях до минус 26, днем минус 15, минус 20 градусов. В рамках проекта «Радость жизни» по активному и здоровому долголетию в Янаульском районе планируется открытие клуба для организации активного оздоровления людей старше 55 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья по специальной программе занятий. В дальнейшем она позволит разработать личную дорожную карту оздоровления. Срок реализации проекта с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022. В программе занятий комплекс адаптивной физической культуры и лечебно-оздоровительная гимнастика, скандинавская ходьба, аквафитнес, курс лекций и практические занятия с участием врачей узких специальностей, психолога. Желающие стать участниками проекта могут отправить заявки в группу Совета женщин Янаульского района в социальной сети ВКонтакте или в Фейсбуке, на электронную почту совет Яры женщинсобакамейл.ру, а также обратиться лично к руководителю проекта Ильсияр Кавиевне Проскуряковой по телефону 8-917-434-47-16. Презентация проекта «Радость жизни» состоится 8 февраля в 12 часов в детской школе искусств. Совет женщин Янаульского района приглашает на мероприятие всех тех, кто желает стать участниками проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова